мы откорректировали сделали ремонт заклеили трещину и убрали длину то есть изначально мы определяли что вот этот ноготь у нас самый короткий и относительно этой длины мы будем отталкиваться мы измеряем три внутренних пальца поскольку они должны быть одной длины средний допускается на пол миллиметра длиннее если у нас есть определенная длина для того чтобы еще более вытянуть руку визуально измеряем и определяем что в принципе на указательном пальце точно такая же длина поэтому длину мы здесь не трогаем и вообще в принципе когда вы работаете с формой миндаль мы всегда сначала начинаем заужение от углов ногтя а потом уже ориентируемся по длине и так сразу смотрим вот на все моменты потому что они в совокупности и складываются в правильную форму по итогу перемерили длину и теперь измеряем указательный правой руки с указательным левой руки мы видим деформацию на этом ногте поэтому мы начнем придавать форму убирая вот этот угол который торчит будем сначала выводить на центр ориентируясь по центральной оси пальца мы увидим какая длина у нас получится и затем будем работать со вторым ногтем работать мы будем пилкой с одноразовыми сменными файлами снимаем участок наклеиваем работая с одноразовыми файлами приклеивайте так чтобы тонкая бумага файла не выходила за пределы пилки иначе бумага может резать клиенту именно вот эти вот участки в точках в роста ставим пилку под углом 90 градусов не заводим под свободный край под боковую линию сначала видом сверху на ноготь вам нужно приподнять стул обязательно сидеть на стуле высоко для того чтобы смотреть на ноготь сверху чтобы увидеть форму ногтя сверху не вот так вот заглядывать под него куда-то а смотреть на ноготь сверху локти при этом мы разводим в сторону не фиксируемся за стол и работаем тремя пальцами держим палец клиента большой палец ставим практически вот на ногтевую пластину между кутикулой между пальцем между кожей и ногтем для того чтобы он не вибрировал не болтался в сторону хорошую фиксацию можно услышать по звуку пилки если есть такая вот вибрация неприятный звук вы его сразу ощутить его ни с чем спутать нельзя значит нужно сильнее зажать палец клиента как только вы хорошо зафиксировали палец не болтается вибрация это сразу же и уходит но еще конечно абразив пилки должен быть хороший потому что некачественный абразив тоже дает такой неприятный звук к центру практически от точки в роста к центру убираем большой палец для того чтобы увидеть форму теперь убираем второй угол не спешим подниматься к точке в росту потому что у нас здесь и так части ногтя нет отмечаем центральную ось пальца для того чтобы увидеть с какой стороны нам еще нужно откорректировать нужно убрать еще эту сторону теперь уже мы можем зайти в точку в роста и плавными линиями не амплитудно передвигаемся к центру выравниваем край и теперь смотрим на боковые легкими движениями не прижимая не перепиливая нигде ноготь выводим форму учитывая то что ногтевая пластина очень плоская мы еще будем ее корректировать она еще немножко изменит свою форму добавится немного объема материала вот здесь вот по краям без наплыва конечно я не имею ввиду сейчас такие вот плюшки которые нависают но уплотнение ногтя и в объеме и вверху появится в любом случае поэтому нам этот ноготь возможно придется еще откорректировать и вернуться к нему но сейчас мы измерим его с длиной и можно увидеть что этот ноготь и уже и длиннее нам нужно еще убрать здесь длины но и соответственно когда мы убираем длину он немножко увеличится в объеме то есть он станет чуть пошире за счет длины и узкой формы ноготь кажется и узким теперь можно увидеть что длина одинаковая но форма разная этот ноготь объемнее этот ноготь уже он уже деформировался то есть дистрофия такая своего рода образовалась мы можем увеличить его в объеме когда будем выполнять выравнивание продолжаем выводить форму на левой руке работая в боковых линиях упирайтесь средним пальцем в противоположную сторону от пилки на сопротивление когда вы работаете с правой стороны мы упираемся большим пальцем в боковую где-то в районе стрессовой точки тоже на сопротивление смотрим на ноготь сверху смотрим на центральную ось не стесняйтесь несколько раз перемерить и убедиться в том что у вас правильная форма когда вы покрываете ногти цветом сразу проявляются все нюансы каждый мельчайший изгиб искривление недопиленная часть где-то какой-то кусочек торчит ногтя форма ногтя должна быть как будто бы вы ее вырезали из бумаги должна быть настолько четкой чтобы не к чему было даже придраться чтобы глаз нигде не зацепился относительно неровности формы форма имеет очень большое значение в маникюре каким бы дорогим крутым классным материалом вы сверху не покрыли какой бы дизайн вы не сделали если форма у вас выведена некрасиво неправильно не одинаково на всех пальцах то ногти красиво смотреться не будут поэтому над формой нам нужно поработать и вывести ее идеально он длиннее для того чтобы укоротить не обязательно опять заходить в точки в роста мы работаем где-то от одной третьей ногтевой пластины свободного края и закругляем обратите внимание что я всегда убираю уже обработанные пиленные ногти я не оставляю их сверху своей руки я их убираю под свою руку для того чтобы не мешать работе пилкой если вы оставите ногти сверху будете пилить у вас пилка будет упираться уже готовые ногти мизинцы по длине могут быть на пол миллиметра до миллиметра скажем так длиннее чем все остальные для того чтобы в общую картину вписываться а большие могут быть на 1 миллиметр или на пол миллиметра короче но это не всегда это бывает так что если у клиента разная длина фаланг пальцев и они очень сильно мизинец очень короткий или большой намного длиннее когда вы передали форму на четырех пальцах сделайте контрольную проверку потому что глаз может не видеть вот эту одинаковость линии свободного края чтобы зауженность была в одинаковом проценте нельзя чтобы один ноготь был овальней второй был немного заостренней когда вы сделали форму проверьте соедините пройдитесь глазами по всем ногтям и так чтобы вас все устраивало вся форма была одинаковой переходим к большому пальцу начинаем с угла убираем его и подвигаемся к центру теперь заходим в точку в роста и соединяем линию все выводим к центру ногтя теперь выполняем завершающую работу аккуратными движениями доводим форму до идеала лишние участки которые остались под ногтем убираем хорошо фиксируем палец центральная ось центр ногтя все хорошо вторая рука угол к центру угол к центру от точки в роста соединяем и подвигаемся к центру угол к центру поднимаемся выше угол к центру теперь точка в роста и выравниваем линию по направлению к центру захват делаем средним пальцем оттягиваем пучку опускаем палец вниз обязательно нужно видеть что вы опиливаете то есть пилка у вас должна быть под углом 90 градусов но палец при этом не должен быть параллельно столу иначе вам не будет видно что вы пилите нужно обязательно опустить палец вниз поставить пилку и вот таким вот образом видя форму которую вы придаете работать пилкой угол к центру я пока что как попугай буду повторять так чтобы вам врезалась в мозг вот эта техника как правильно двигаться пилкой угол к центру у вас овал получается еще чуть выше уголочек взяли угол к центру и теперь точка в роста и плавными движениями выравниваем так чтобы две линии от центра к точкам в роста чтобы они были симметричными здесь видно что еще с одной стороны нужно убрать после этого урока я рекомендую вам взять ну хотя бы типсы и поотрабатывать вот эту технику сделать сначала квадрат или мягкий квадрат и поработать от угла к центру от угла к центру и повыводить форму симметричную но на типсах это одно и вы должны понимать что типс абсолютно ровный с двух сторон вот на натуральных ногтях это совершенно другое должно включаться понимание с какой стороны больше убрать с какой стороны меньше для того чтобы по итогу нам получить ровную форму при виде сверху убираем из-под ногтя то что напилилась меряем длину длина одинаковая но за счет того что этот ноготь шире мы его уже покрыли материалом он объемней этот ноготь уже этот кажется длиннее если вам вот прям визуально вот без мерки какой-то непонятно мы можем взять шаблон берем шаблон окошко убираем склеиваем ее ровно пополам и сохранить ее пусть она где-то в столе у вас лежит вы всегда под рукой будете иметь вот такую линейку измеряем по центру ногтя до разметки до свободного края учитывайте то что ногти опускаются слегка вниз и длина свободного края она теряется поставили в зоне кутикулы по центру и слегка опустили форму то есть до предпоследнего деления с запасом где-то в полтора миллиметра измеряем здесь одинаковые можно не прерывать опил то есть я сейчас измерила для того чтобы показать как это правильно сделать вы можете полностью завершить работу потом взять вот эту линеечку и перемерить три внутренних пальца на правой руке и три внутренних пальца на левой руке они должны быть одинаковой длины угол к центру угол к центру причем не просто ровно вы должны убрать этот угол а закругляя пилку подвигаясь к центру угол к центру точка в роста точка в роста точка в роста а 0 теперь подбираем нижние боковые выравниваем большой сейчас вы можете я просто делаю а вы проговариваете вслух то что я вам говорила угол центру все время говорите себе эти слова до тех пор пока у вас до автоматизма не выработается техника опила еще один момент техники опила натуральных ногтей вы обратили внимание что я всегда начинаю с угла правой стороны от себя правый угол а затем я вывожу левую сторону потому что в эту сторону в этом направлении всегда легче выводить ровную линию чем сверху вниз работать с правой стороны на всех пальцах я всегда начинаю убирать угол с правой стороны правый угол к центру к центру и затем вот таким вот образом вот такими плавными движениями мы выводим линию так чтобы она была ровной работайте технично чтобы каждое движение у вас было одинаковым на всех десяти ногтях тогда у вас и время работы будет сокращаться и форма всегда будет идеальной техничная работа она всегда видна со стороны меряем два больших пальца между собой и видим разницу в длине нам нужно убрать здесь длину убираем ее сначала по овалу я не захожу в точки в роста когда я длину убрала соединяем сравниваем длину достаточно теперь я буду заужать и опять я беру только лишь угол и к центру угол и к центру точки в роста я уже выпилила не у меня уже готовы я их не трогай для левшей конечно все в противоположную сторону в зеркальном отражении будет работать нижнюю боковую подравниваем счищаем сверху движениями на себя никогда не работаем вот так в сторону клиента кроме того что вы на клиента счищаете пыль вы еще и под кутикулу загоняете ее переворачиваем руку и вычищаем под ногтями сравниваем длину и форму ногтей нас все устраивает предлагаем на этом этапе клиенту посмотреть на длину и форму чтобы ему тоже все понравилось чтобы дальше когда мы уже начнем покрывать базой или цветом и он увидит что ему что-то не понравилось не пришлось переделывать все поэтому лучше с вашей стороны пусть будет инициатива посмотреть на ногти клиенту пусть он это сделает и переходим к следующему этапу нам нужно отшлифовать поверхность ногтей и подготовить их к мацерации